мне нужно прям жалко и причем мы реально реально подумали что собака я думаю ну как так люди ушли на работу оставили бедное животное страдает она меня спросила вам помочь может быть вам что-то вам налить вас обслужить и я ее поблагодарил а сказала спасибо их собака был бы у меня свой дом не было бы собака котов я по тебе забрала если бы можно было ты мне нравишься у меня здесь вот устроена моем скажем так место у меня здесь коврик из дома она спит на него потом ложится я его всегда себе подстилаю я говорю вам квартира с коврами с тапочками все как положено в общем друзья мои случилась беда вот здесь видно что произошло доброе утро доброе утро только что сели в машину вот буквально только что и трудно только ночь прошла хорошо спали как убитого но под утро было жалко собачку собачку жалко я думаю взрослые поняли потому что через стенку закрыли собаку она там была стонала орала бедная собака не жалко прям жалко и причем мы реально реально подумали что собака я думаю ну как так люди ушли на работу оставили бедное животное страдает потом я проснулась окончательно но страдания продолжались ладно мы позавтракали собрались накрасились я накрасилась и держим путь дорожку тут ямы такие все в принципе нормально утрочка ранее 8 утра мы выехали хотя на самом деле хотели выехать в 7 но об этом мы расскажем вам чуть-чуть попозже почему так произошло просыпаться уже на подъем мы стали где-то с пол шестого полежали посмотрели соцсети посочувствовали собаки и вот собачку жалко вот потом утречком перекусили бутербродиками вчера мы купили вечную я не по-моему я не показала ночью взяли шейку нарезку знаете небольшую такую и ею позавтракали и хлебушек купили в общем все окей на завтрак от гостиницы были булочки и были пирожки были с мясом были сладкие я не рискнула но игорь съел один сладкий пирожок нормально нормально говорит да но я просто не рискнула потому что в поездках я свой организм стараюсь беречь да так что вот такие дела чистим моем сейчас нашу квартирку но она на время у нас квартирка путь до следующего включения да и пожелаем нам счастливого пути а мы приехали в пермский край слушай ну быстро и раз и дорога такая идеальная сейчас дорога была такая что даже камеру достать нельзя было вот так вот простите но вы поняли а тут смотрите прям гладенько прям гладенько наверно вот с этого момента пути тогда поехал и поэтому такую дорогу гладкую сделали в общем ехаем включила чтобы показать вам вид смотрите какие холмистые какие гористые здесь ну не гористые холмистые ям как на аляске слушай с картинок да 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 хвойный лес дорога красивая ровная разметочка чистая машин нет прям вообще стараюсь камерой не трясти но все равно какие-то неровности в дороге есть представляете вот так вот в ямку опускаешься подпрыгиваешь камера скажет поэтому не судите строго за это красота мы остановились на заправке заправиться но заодно попить кофе ну давай большой здравствуйте хот-дог это же сибири в сибири да в общем в общем в общем в общем нам кофе предложили либо сладкую выпечку либо что-то либо хот-дог и и объяснили все рассказали в общем нет мы подумали что хот-дог мы потом наверное поедим мы еще до конца так не проснулись чтобы уже принимать такую пищу получается смотрите какие ну аппетитные колбасочки я бы конечно поела ну наверное в обед его получается прайс на них такое разнообразие потому что наверно нальет спасибо вам большое да нет нет ну просто обычный он занимается я в кофе вообще честно скажу пап тут тут кофе получается смотрите вот такие вот варианты есть хот-догов и вот если бы я сейчас выбирала я бы наверное какой-нибудь с огурчиками взяла обожаю с огурчиками и тут смотрите всякая всякая выпечка очень очень даже симпатично например самса вполне себе да есть борщи гороховый суп лапша есть еще сэндвичи но мы как-то вот кстати говоря покупали вот такую борщ неплохо вкусненький и гороховый по моему а нет солянку мы брали больше солянку в принципе вполне себе съедобные вкусные так что так чтобы такие вот дела все сейчас современно все сейчас довольно таки уютно и в дороге ты можешь и кофе попить и перекусить цивилизованно вот что самое важное цивилизованно а еще смотрите тут такие мягкие зоны светлые вот мне нравится когда светлая мебель и даже предусмотрено для самых маленьких вы можете присесть попить кофе и посадить с собой рядом малыша если вы не хотите сидеть на мягкой зоне пожалуйста есть такие варианты то есть на любой вкус все мы приготовили кофе спасибо поехали спасибо вам большое до свидания спасибо хочу еще знаете что отметить вежливость и и готовность помочь персонала потому что вот женщина меня спросил он продавец она меня спросила вам помочь может быть вам что-то вам налить вас обслужить и я ее поблагодарила сказала спасибо у нас муж этим занимается все нормально так что представляете какие приятные люди здравствуй ты такой красивый ты такой вот видно по глазам добрый хочешь я тебе бутербродом давай ему дадим у нас здесь сумки лед и есть бутербродик сейчас века добрая душа приятный как сима да ой радости сколько показ хлоп 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 хлеб не вкусно дайте колбасы все у меня больше нету это хлеб вот и хлеб не будешь мы только на мусорим но он пахнет колбасой на аккуратненько бери нет ест хлеб где-то хочется погладить прям видно у него такая шерсть видимо здесь вообще прохладно потому что судя по тому как у собаки вот такая вот шерсть плотная и с под пушком здесь прохладно лапы мощные я люблю слуха ну кушай кушай ты красивый ты еще просишь да ты прям такой хороший ты дружелюбные хвостом марш не знаю я очень люблю собак мы выехали и забыли поставить антенну поэтому игорь я сейчас водрузил игорь открыл капот хочет проверить масло ну как жди еще ну и как жди а это правильно что она хочет еще у тебя даже глаза под цвет твоей шерсти они такие же у тебя оранжевые как моська и лапки до собака собака далили немного масла и игорь пошел сейчас купить антифриза еще дольем антифриза но как бы ничего такого не критично но сказал лучше долить поэтому пошел сейчас возьмет купит и дольет а собачка я уже села машину знаете здесь холодно здесь девять восемь градусов ориентировочно и очень очень холодно но я вам показывала что шерсть у собаки довольно таки плотная с под пушком соответственно я думаю здесь практически холодно и вот он пришел лег вот тут рядышком и лежит я ему дала кусочек маленький колба это шоколадки не ест ну я подозреваю что эту шоколадку ничего там шоколадного нет и вкусного потому что в принципе собаки любят шоколад как лошадь мне нравится вот как он лапки так складывают ях собака был бы у меня свой дом не было бы собака котов я по тебе забрала если бы можно было ты мне нравишься ну не знаю нравится вот знаете вот по глазам видно пах вот характер такой спокойненький такая вот она мы красивая на самом деле я очень люблю собак у меня была собака у меня был спаниель у меня дядя занимался разведением ротвеллеров также он еще когда в армии служил он занимался в принципе воспитанием собак я не знаю как это правильно называется как у них называется эта профессия в общем они там воспитывали и обучали различных собак и у него была овчарка очень очень какая-то там любимая уже не помню имя и в принципе ну и последующие тоже были овчарки вот а дома он уже занимался ротвеллерами спит ладно доливаем антифриз пьем кофе едем дальше мы сейчас останавливались на заправке где кофе брали я вам сказала 89 градусов мы сейчас на градусник посмотрели нифига уже 6 мы только что победим проехали под градом с дождем было пять с половиной сейчас 6 да сейчас 6 градусов и получается в общем далеко было не 9 холодно да вообще дубак на улице еще ветерок такой дует так что у вас наверно у кого-то сейчас плюс 25 плюс 32 а вот мы сейчас были где было просто плюс 6 но это же не север нет еще север ну мы высоко сейчас у друга едем по северу короче да ох ничего себе смотрите стихийная свалка называется я в шоке ну как так может свалка написано стрелочка но она просто не просто вот нельзя так природу ехать дальше мы приехали в часовой смотрите такой прям вот такое здание такое яркое мимо не пройдешь да тоже в холмистой местности пешеходы ай-яй-яй аккуратненько и так все на горках здесь расположены заводы да что-то тут такое ну промышленные очень предприятия возможно не заводы нет заводы наверно тоже фабрики мануфактуры да 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 и природа насколько вот богата природа зелени мебели 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 наверное так здесь мы пропускаем столько да разных деревьев растительности всего-всего городного заезжая там ну это в упадке явно смотрите какие мощные такие площади такие вот у нас тут рация базарит параллельно поэтому не удивляйтесь но без нее тоже сложно кирпичками заложенные горки да 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 ремонт бюджет попилин кирпичками заложенные кирпички и знаете вот едешь и понимаешь видишь это вся страна такая вот вот такая мы-то тип лично еще живем смотрите вообще колоссально да все это вот пришло в такие вот упаднические состояния ребятки давайте аккуратные две киечки и мы на третьей киечке да все это бы в дельные руки да да чтоб в этих руках дельных были финансы которые позволяют все это содержать создавать так кашечные бумажки только не надо нам тут смотрите река тут хаумы красиво конечно красиво мусор вот тут летает распотрошился мусором прям бумажки туалетные но вон боже мой только не надо с кометами с кометами с кометами капец капец капецовый 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 ну все едем дальше тут точки уже набежали вот все сворачивает он а это да больше не будет на нас мусором кидаться а тут бумажки я вам еще не показывала как у меня здесь вот устроено мое что скажем так место у меня здесь коврик из дома она спит на него потом ложится когда устает я его всегда себе подстилаю он всегда во всех автопутешествиях ездит с нами я переобуваюсь одеваю себе вот такие вот чепеточки и мне в них уютно почему здесь у нас лежит вода кола и шоколадка спросите вы да потому что отсюда дует холодный воздух кондиционер и здесь вода прохладная есть конечно подстаканники но не влазит в них вода да и неудобно их будет вот сюда поставить представляете и рукой как то вот высоко поэтому здесь стоит все еще Игоря как его этот энергетик да и здесь вот лежат наши водички очень удобно мягонько примягонько ножкам уютно приуютно так что прям вот я говорю вам квартира с коврами с тапочками все как положено я за чистоту и уют во всех его проявлениях сейчас мы тут вещи тоже лежат сейчас мы сзади ничего не застилали поскольку в машине мы не ночуем вдвоем если была бы Саша мы бы там расстелили кровать и она бы там себе тусовалась но на обратном пути буду тусоваться там я в лежачем состоянии поэтому мне это предстоит а Саша поедет как раз таки на моем месте вот рулим дальше слышали камень да ооо так тут вся дорога в этих камнях да 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 ну все друзья едем да встретимся с вами на обеде в общем друзья мои случилась беда вот здесь видно что произошло в общем машина снова не доходу что делать не знаем посреди трассы вообще просто чисто посреди трассы вызвали эвакуатор сейчас будем эвакуировать забирать отсюда не знаю куда поедем и как это все будет машину грузит на эвакуатор и и и и и и и